Появилось очень много лекарств, которые, казалось бы, лечат от одного, но у всех разный эффект. Как Вы думаете, с чем это связано? С какими-то недоработками? Знаете, ну, я трудно сразу привести такой пример. Может быть, частично, частично, это может быть генетический ответ, то есть зависит от генетики. Но это не такой большой процент случаев. Можно привести пример, допустим, варфарин. Есть такой препарат для разжижения крови. Он может быть зависимым от генетического ответа. Какие-то другие редкие ситуации. Больше, наверное, надо говорить о том, что, возможно, взаимодействие препарата в самом организме, которое либо ослабляет эффект, либо усилит эффект данного лекарства. Вот это, наверное, большее значение имеет. Как распознать эти нюансы в сегодняшней ситуации? Сложно. Есть такой раздел кардиологии, раздел медицины, который называется фармакогенетика. Какие-то определенные успехи они делают, но это достаточно дорогостоящие мероприятия, достаточно сложно. Если мы говорим о персонализированной медицине, в том числе о персонализированном лечении, конечно, один из таких подходов, как говорится, развивается в виде фармакогенетики. А так, в целом, наверное, нужно учитывать, когда мы выбираем лекарственный препарат, нужно учитывать там пол, возраст, состояние почек, состояние печени, ну и какие-то другие психологические, может, даже аспекты.